Алтай-Исаянский проект программы развития ООН и Глобального экологического фонда представляет Овис Аман-Аман Горы Алтай и Саян находятся в самом центре Евразии, на границе Великой Сибирской тайги и бескрайних степных просторов Центральной Азии. Алтай и Саяны исключительно разнообразны по природным условиям и ландшафтам. Здесь можно увидеть массивы черневой тайги с вековыми кедрами, горные вершины, покрытые ледниками и снежниками, альпийские тундры, каменистые степи и даже безводные полупустыни. Здесь, на границе России и Монголии, в горных степях до сих пор обитают дикие бараны с красивым латинским именем Овис Аман-Аман. Аргалий, или алтайский горный баран, самый крупный горный баран в мире. Вес взрослых самцов достигает 200 килограмм, а обхват мощных рогов до 50 сантиметров. Это удивительное по красоте животное, которое обитает в горных степях и тундрах Алтай-Саянского экорегиона. В настоящее время Аргалий обитает на территории четырех стран – России, Монголии, Казахстана и Китая. Общая численность этого вида не превышает 4,5 тысячи особей, а на территории России встречается не больше 600 горных баранов. Еще 200-250 лет назад ареал алтайского горного барана, как еще называют Аргалий, простирался от юго-западных предгорий Алтая до горных массивов Забайкалия. Со временем человек, осваивая просторы Центральной Азии, вытеснил горных баранов в самые труднодоступные уголки гор. В наше время Аргалий сохранились в высокогорьях Монголии, Алтая и Тулы. Численность этого вида резко сокращается. Проект программы развития ООН и Глобального экологического фонда сохранения биоразнабразий в российской части Алтай-Саянского экорегиона реализуется 2006 года. И основной целью проекта является сохранение уникального видового богатства гор Алтая и Саян. В рамках такого большого проекта реализуются порядка сотни небольших проектов, многие из которых направлены на сохранение редких видов. Алтайский горный баран и снежный барс являются ключевыми видами проекта ПРОНГЭФ и значительные усилия проекта направлены на сохранение именно этих видов, как флаговых. Сохраняя которых мы можем сохранить и многие другие виды, обитающие в горных экосистемах. Несмотря на то, что у Аргалии самые быстроногие животные этих гор и способны быстро скрываться от своих естественных врагов, волка и снежного барса, они часто становятся добычей браконьеров, вооруженных автомобилями, вертолетами, водроциклами, скорострельными карабинами и современными оптическими прицелами. Браконьерство – один из самых существенных факторов, который приводит к снижению численности Аргалии, как в России, так и в Монголии. В частности, только в России ежегодно добывается нелегально не менее 30 особей Аргалии. В Монголии также распространена незаконная охота на этот вид. Алтайцы издревле были охотниками и при этом никогда не доводили численность Аргалии до угрожающего низкого уровня. Все дело в том, что алтайцы всегда ощущали себя частью природы и поэтому сохраняли особое уважение к диким животным, считали их равными себе. Местные народы, живущие в Алтайе, Тувее и Монголии, они очень почтительно относятся к Аргалии. В частности, у теленгитов, коренного народа Кушагачского района, Аргали считаются священным животным. Издревле считалось, что добывать Аргалии может только смелый и мужественный и очень честный охотник. При этом теленгиты всегда избегали добывать самых крупных самцов Аргалии самыми большими рогами. Считалось, что такой Архар является хозяином горы. В районе горы Черный, где в январе 2009 года произошла катастрофа, повлекшая гибель и людей, и животных, по словам местных жителей теленгитов, всегда обитали самые крупные Аргалии – хозяева гор. Теперь там не осталось ни одного барана. Хозяева гор ушли в другие места. Большой урон наносят популяциям Аргалии заезжие охотники, которые ищут трофеев, которые охотятся именно на Аргалии для того, чтобы добыть хороший трофей. Эти охотники наносят, пожалуй, самый значительный урон. И более того, часто высокопоставленные лица России причастны к таким незаконным охотам на Аргалии. Как бы то ни было, жизнь все расставляет на свои места. Кто-то принимает кару за попрание законов природы от нее самой, кто-то оказывается под судом человеческим. Это еще раз доказывает правоту древней алтайской мудрости. Все мы являемся частью единого мира, и мы не вправе себя ставить выше других его обитателей. Охота на Аргалии запрещена с 1937 года. Однако запрет этот существует только на бумаге. Отсутствие охраны поставило популяцию горного барана в критическую ситуацию. Растущие стадокоз, яков, овец вытесняют диких баранов в малопригодные для существования места. Но и там их постоянно преследуют браконьеры. Если преследование горного барана не прекратится, разбросанные среди камней кости – это все, что останется от былого величия, овец амон-амон. Для того, чтобы сохранить Аргалии, в России в рамках проекта ПРОНГФР проводится ряд самых различных мероприятий. В первую очередь в рамках проекта мы поддерживаем организацию в работу межведомственных антибраконьерских бригад в республиках Алтай и ТВА. Такие бригады регулярно совершают рейды, в том числе и в местобитаниях Аргалии, и борются с браконьерством, которое, как я уже сказал, является одним из основных факторов снижения численности алтайского горного барана. Кроме того, в рамках проекта поддерживаются особо охраняемые природные территории, заповедники и национальные парки, которые сохраняют алтайского горного барана. В частности, заповедник Алтайский и заповедник Упсенурская котловина. Проект много работает со службами охраны этих заповедников для того, чтобы сделать более эффективным охрану местобитания Аргалии. Кроме того, в рамках проекта в настоящее время при взаимодействии с Всемирным фондом дикой природы создается новый национальный парк на территории Республики Алтай, который будет называться Сылюгемский. Один из участков этого парка расположен в местобитаниях самой крупной в России группировки Аргалии на хребте Сылюгем. И этот парк будет создан в конце 2009 года. Для того, чтобы оценить эффективность действий по охране Аргалии и других видов, в рамках проекта регулярно проводятся учеты численности этого вида в приграничной зоне России и Монголии. Для таких учетов мы работаем совместно с особо охраняемыми природными территориями Монголии, проводим учеты одновременно с двух сторон, регулярно оценивая численность трансграничных группировок Аргалии. Как показали наши работы в 2005 и 2008 году, в настоящее время численность трансграничных группировок Алтайского горного барана остается стабильной. За то долгое время, которое люди жили в Алтае-Саянах, они сумели сохранить уникальную природу практически в первозданном виде. Традиционные способы охоты, сбора и хранения богатств тайги, разведения скота – эти знания и навыки формировались в многие тысячи лет. В них накоплен опыт многих и многих поколений. Мы должны осознать, что являемся неотъемлемой частью большого живого мира и должны сделать все для того, чтобы сохранить его для будущих поколений. Субтитры создавал DimaTorzok